Военнослужащие Кольской флотилии и специалисты МЧС провели с учащимися школы Полярного товарищеские спортивные состязания. Это традиционные события от шефов гарнизона для старшеклассников. Раньше Степан только наблюдал за такими состязаниями со стороны, а с трибун, уверяет спортсмен, все выглядит иначе, как минимум проще. Сегодня соревноваться приходится и со сверстниками, и с представителями шефских организаций. А это сильнейшие военнослужащие Кольской флотилии и специалисты пожарно-спасательной части города Полярного. Впрочем, подготовка сыграла свою роль. Сстязания оказались очень веселыми, оказались именно в тему, что посильно каждому, что каждый смог сделать, что каждый может делать. Для некоторых это было сложновато, потому что первый раз пробовали, а так задания легкие и самое главное веселые. Поддаваться не пришлось. Делятся, в свою очередь, эмоциями военные. Старшеклассники играли на высоте. Да и не было цели выиграть во что бы то ни стало, а скорее просто получить удовольствие от совместного со школьниками спортивного события. Когда был школьником, на базе школы участвовал. А после выпуска впервые возвращаюсь. Хоть и ты не маешь кого, но все равно ностальгия есть. Эстафета между двумя поколениями преследует сразу несколько целей. В том числе помочь в профессиональном самоопределении выпускников. Я считаю, что любые занятия, соприкосновения от нашей организации МЧС со школьниками, вот именно начиная с такого возраста, очень важно для того, чтобы дети могли проецировать свою дальнейшую жизнь. Очень важно, что дети хотели бы быть такими ловкими, выносливыми, как военные, сильными и спортивными, как сотрудники МЧС. Это задел на будущее. И, соответственно, мы стремимся к тому, чтобы наше подрастающее поколение было здорово, и стремилось к победам. Особую состязательно спортивную атмосферу добавили площадки-болельщики. Это учащиеся школы, а также мамы и жены. КОНЕЦ